Всем привет, это История от Анонима, сейчас я зачитаю письмо, и мы с вами обсудим нам какие-то рекомендации, комментарии по поводу письма, вы можете оставлять свои комментарии внизу под видео, так что давайте приступим. Мне 28 лет, имею неплохую работу, живу в принципе в достатке, детей у меня нет, замужем я не была. Немного о себе, у меня в жизни было двое серьезных отношений, длились они по три года, совместным проживанием, но я уже долгое время одна, и честно скажу, не хотелось бы мне отношений, были у меня другие какие-то планы и цели в жизни, да, и не было каких-то у меня на тот момент интересных знакомств, которые бы зацепили. Сейчас же я переехала жить в другой город, тут познакомилась с мужчиной, ему 35 лет, он разведен, два года назад развелся, у него есть ребенок три года. Мужчина обеспеченный, привлекательная жена, у него отсудила очень большую сумму, почему развелись, я не знаю, еще когда не спрашивала об этом, не залезала так глубоко. Немного о его характере, он всегда берет инициативу в свои руки, все наши свидания продумывает заранее, они в принципе интересны, но в основном, конечно же, это всякие рестораны, пятийные заведения. Всегда пишет мне первый, звонит, хочет каждый день со мной встретиться, мы не так давно вместе на самом деле, около двух месяцев, но уже у нас есть планы на ближайшее будущее совместное. На данный момент у меня была большая покупка, сейчас у меня плохое финансовое положение и, кстати, он об этом в курсе. Помощь свою он мне никогда не предлагал, хотя я говорю как есть, что сейчас все деньги у меня уходят в другое русло, ну, мне тяжело, непросто. А теперь к основному. Он пригласил меня на свадьбу своего друга, пойти нам вместе, и там есть определенный дресс-код тематический по цветам. У меня нет платья такого цвета, и я ему об этом сказала, на что он ответил, ну, нужно будет тогда найти. А мне вот интересно, это нормальный такой ответ? Просто, как по мне, то это не очень нормально. Мне вот его свадьба не нужна, я там никого не знаю, и на самом деле ехать туда не горю желанием. Так он еще и по факту мне создал какую-то финансовую трудность, зная мое сейчас положение. Покупка платья плюс отпуск за свой счет на неделю, чтобы поехать на эту свадьбу. А еще один из примеров я скажу, я сдавала на права, и у нас в городе все хвалят на самом деле. Очень любят тут деньги и сразу же предлагают сдать платно. Но я решила все же попробовать сама, но, увы, не получилось. И мне нужны были деньги на сдачу вот этого вождения. Он в курсе, и помощи он мне предложил. Хотя для него эти деньги, это просто пять дней сходить покушать, покурить кальян. Так везде, в кафе, в магазинах платит он, и не дает мне оплатить даже какие-то свои личные покупки, когда я с подружкой. Но он и за нее даже платит всегда. Цветы дарит мне примерно раз в две недели. Скажите ваше мнение. Я тороплюсь, или же он обижен своей женой и больше не хочет вкладываться в свою будущую женщину? И нужно ли вообще такому мужчине в ближайшем будущем отношения, свадьба, дети? Или он уже просто обжегся и просто сейчас хочет кайфовать и не думать о чем-то серьезном? Я вам скажу так, по поводу его желания. Мы не можем знать это, вы должны спросить не у меня, а у него. Я не могу знать его уровень травмированности, чего у него там в голове. Еще, скажем так, этого мужика вообще не знаю. Я даже не ванга или там логику какую-то подключать. Вообще не понимаю. И вы сама не знаете причину, почему они развелись. Два года развелся, когда говорят, нужен период отдохнуть, погулять. Я не готов к отмашениям, серьезно, что-то такое. Хрень полная, это отмазка. Когда встречают того самого человека, которого любят, которым хотят быть. Время вообще не важно. Это может быть полгода после развода, а может быть 10 лет, может 5 лет, 2 года. По-разному это бывает. И в моей жизни, и даже здесь с турками, история точно такая же. Если ты встретил того самого, ты любишь, у тебя все звездочки складываются, что ты тебя тянуть будешь? Тем более, чем старше, тем мы быстрее переходим на такое, да, общение близкое. Больше не тянется это встречание всяких годами. Каждый просто четко понимает, чего он хочет и как бы идет к своей цели. Все попроще напрямую уже говорится без вот этих встречаний годами и притирок всяких. Короче говоря, то есть это зависит от него, хочет он этого или нет. Делать выводы, травмирован он, не травмирован, что он хочет, неизвестно. Если вы видите, что он про погулять и потусоваться, я скажу неприятную сейчас фразу, но да, он имеет на это первое право так жить. Два, неприятно, что вы, к сожалению, та девушка, которую он рассматривает, надо потусоваться, пообщаться, там видно будет. Второе, что мне вообще очень резонуло в этой истории. Два месяца, что вы от него ждете? Чтобы он вам права купил? Ну, что вот это вот взятку, да, дал? Еще что-то? Почему он для двух месяцев общения, он вас водит, гуляет куда-то, за вас там покупки оплачивает, цветы дарит, там что еще надо? Простите, конечно. И может, я, конечно, не в теме. Я глубоко давным-давно уже дофига лет замужем. Я не в курсе, как сейчас развиваются отношения, ухаживание и так далее. Но что-то на моей памяти через два месяца отношений не предлагали, там машины не дарили, права не покупали или что-то такое, да? Как бы я, конечно, могу не знать каких-то тонкостей. Я, короче, я к тому, что я, может, не в теме вообще. То есть не судите меня строго. Может, я не в курсе, что происходит. Но на моей памяти и моем опыте было вот так когда-то. Новых правил игры, я не знаю, как по мне, для двух месяцев общения все идет так, как нужно. Вставьте на место мужчины. Он тратит на вас деньги, он с вами тусуется, да? Вы тоже там с ним как-то время свое тратите, да? Ну, слово, спите с ним, да? Приятно проводят все время вместе. Ему хорошо, он кайфует. Вам хочется как инсалер? Хочет ли он, рассчитывать ли от него там бракосочетание детей и вся прочая история? Этого вы хотите, это ваше желание. А вы сейчас этому мужику, который хочет погулять, потусоваться, хотите навязать свое желание? Или спрашивайте меня, он подходит под мое желание или нет? Ну, это только вам видно будет. И видно по его действиям. И вообще о чем-то серьезном, типа про брак и все прочее, говорить вообще рано. Два месяца, алло, 60 дней. Ты ни о чем вообще. Конечно, рано об этом говорить. Рано от него этого желать. У вас особо притирок. Там, говорить, у нас есть какие-то планы на будущее. Блин, дайте этим отношениям развиться. Убережите гораздо впереди повозки быстрее. Опережайте ее и торопитесь. Может быть, вы чувствуете потенциально, что мужик классный, хороший. Делает там в него обеспеченности даже. Ну, короче, он вам подходит. И вы хотите прям вот у вас огромное желание быть с ним, чтобы привязать к себе, замуж выйти. Конечно, он только ваш был, да? Никуда он не свистнул. Окей. Но, как бы, что вы сделаете-то? Манипуляции только. Как вот на всяких курсах по обаянию мужчин учат. Ну, это не про честность. Будьте естественны сами собой. Я честно скажу, не понимаю, почему через два месяца отношений он должен, или вы бы хотели, почему, как бы, потому что вы хотели, я понимаю. Почему он должен, например, вам предложить оплатить ваши там права. Это ваша какая-то, вы с ним еще не настолько близки, чтобы он закрывал ваши какие-то такие прям личные потребности настолько, да? Но, мне кажется, на два месяца отношений он сполна всего отдает, участвует, нормально все у вас вычут. Дофига больше хотите, чем он готов на два месяца этих предложить вам. Постарайтесь вообще человеку узнать. Вы два месяца, хотите, чтобы он что-то оплачивал, но причины его развода вы не знаете. Поинтересуйтесь им как личностью, раскусите его. О душевном вы вообще говорили? Поинтересуйтесь, что как было. Его сторону, на 50% сразу все режьте. Будет рассказывать то, что он как видит эту ситуацию. Короче говоря, да? Тоже все делим напополам. Поинтересуйтесь. И вы его желание спросите, а он-то хочет замуж, жениться? Он хочет вообще что-то там серьезное? Какие у него планы на жизнь? И вы у меня эти спрашиваете. Так спросите у него. Но я вообще считаю, что о планах спрашивать через два месяца рановато. Честно. Кто? Вам 28 лет только. Я понимаю, что у вас пришло время рожать, детей. Вот это вот все социальное давление у нас в обществе. 28 лет уже пора. Твой последний поезд, вагон, давай запрыгивай. Вот он, хватайся за него, за чувака этого. Вот он, локомотив. Окей, но реально 28 лет это еще типа, блин, у вас лет в пять в запасе точно есть. И у вас явно есть полгодика покайфовать с ним вот в этих отношениях. Не наседать на него, не отпугивать его, не давить, не манипулировать им, а узнать человека за полгода. Вот, блин, я вот не знаю. Я, может быть, это не у всех. Я сразу говорю, это точно не у всех в отношениях такое есть. Но вы личностью-то его интересуетесь. Что за человек, какое у него чувство юмора и так далее. Вот я со своей стороны скажу, да. Ну, практически каждый день, по состоянию, сколько там, я устала, муж и так далее. Ну, практически каждый день с ним общаемся. Мы друг у друга лучшие друзья. Чего как твои, не просто как твои дела на работе, там, то есть все, какие новости, сплетни. А вообще о жизни, о философии, о книжке, которую он недавно прочитал. Чего я прочитала там. Я ему что-то про психологию рассказываю, что я недавно, я всегда постоянно обучаюсь чему-то. Говорю, ты это узнал, это такое, это у людей бывает, это так. А вот мы общаемся, да, про политику, про страну, что происходит, про нашу жизнь, про наши планы. То есть у нас идет контакт личностный, личности, людей. То есть мы с ним не только про бытовое, про ребенка, про деньги, там, я не знаю, планы, там, как мы поедем, там, сейчас планировали летом отпуск, что, куда, после чего мы едем, все распланировали, там, деньги, условно, бюджет и так далее, там, его планы по работе, от этого очень много зависит, потому что он очень занят, да. Не только про это, а про человеческое, что ты думаешь, что ты чувствуешь, философское, что ты, там, не знаю, о таких феноменах каких-то, там, социальных, жизненных, исторических, всем прочим. Мы говорим, я к тому, что вы только два месяца встречаетесь, попробуйте переключиться больше вот на это. О жизни, о философии, о книжках, чего, как, чем интересуетесь, о взглядах, на ситуацию, на политику, чего вообще происходит. Узнайте человека как личность. Может быть, вы копнете и поймете, что он пустой, неинтересный, с ним скучно, поговорить не о чем, и на самом деле вообще это не мой человек. Ну, как бы то, что у него бабки есть, он такой возраст, там, подходящий, 30 лет, все, как бы, классно, окей, неплохо, но, как бы, скорее всего, чуть нам потом с ним интеллектуально или как-то вообще не будет ни по пути. Не мой человек. Деньги, поверьте, вас не удержат. Начнутся конфликты, проблемы, всякая такая история. Не ждите, не фокусируйтесь на деньгах и оплатах каких-то, что он там вам должен или не должен. Фокусируйтесь на нем как личности. Вы два месяца только общаетесь, вы ничего про него не знаете. Раскусите, узнайте, поймите, сходятся ли у вас взгляды, интересно ли вам с ним общаться. Узнайте. Вот в этом расположении к себе в общении вы его поймете, и он вам раскроется, захочет раскрыться, почему он с женой развелся. Расскажет о чем-то. Там, зина о каких-то тайнах, переживаниях. Узнайте его как личность. И потом вы посмотрите, вам вообще важно, за что он платит, не платит и так далее. Вы вообще на эту ситуацию, которую сейчас мне написали, по-другому смотреть будете. Он вам что-то про себя расскажет, разоткровенчится, про свой характер, покажет себя таким человеком, и вы поймете, например, почему он вам не предложил оплатить права. Про ситуацию, про свадьбу сейчас скажу отдельно. Первое. Вы как вы сказали, мне эта свадьба вообще не сдалась, мне туда идти не хочется, я их никого не знаю. Вот смотрите, ваши желания отсутствуют. Если вам туда идти не хочется, задайте себе вопрос, хочу я идти на эту свадьбу, да или нет. Если ответ нет, не хочу, мне это неинтересно, мы туда не идем. Если ответ да, хочу, мне не очень там интересно, никого не знаю, но с ним бы я хотела сходить, провести время, показать меня друзьям, это же важно в отношениях, да, меня представляют. Короче, да. А не так, чтобы он один туда пошел, там, с какой-нибудь бабой, там, например, свободно знакомился на садьбе, уже частенько такое бывает, да, знакомятся, там, что-то кого-то все ищут. Потому что он занят, да, застолбить местечко, показаться в обществе его друзей. Было бы классно, хорошая перспектива. Задайте себе вопрос честно, я хочу туда идти, да или нет. Скорее всего, будет ответ да. Следующее, нам нужен дресс-код и вот это платье. Потерпите еще какое-то время, поищите какие-то компромиссы по этому платью. Ну, и если уже совсем так туго, там, нет денег и все прочее, просто скажите, ты знаешь, наверное, я очень хочу с тобой пойти, будет очень интересно, я очень хочу познакомиться с твоими друзьями. Ты знаешь, у меня платья нет, я так его не нашла. То, что я находила, например, ну, блин, честно скажу, у меня на него денег нет. Блин, не знаю, как поступить в этой ситуации. То есть мы ему не просим деньги, дай. Или не говорим, я не иду, у меня этого нет. А говорим, я не знаю, что мне сделать в этой ситуации, есть какие-то идеи. И на самом деле мы ему даем инициативу в руки и смотрим, о чем он ответит. Он может сказать, ай, ладно, знаешь, не хотелось особо идти, знаешь, не пойдем. Вообще, я не это свадьба, шла ехала, просто пригласила тебя, думала, что, типа, ну, время проведем, не считай, это не особо там и друзья. Вариант. Или? А, в платье проблемы? Да не, поехали вместе, посмотрим, например, вечером в ТЦ, и, короче, после работы встретимся, посмотрим, может, что-нибудь найдем в магазине. Вот. Понимаете? Все просто. Одно скажу напоследок в конце. Для вас, для, кто смотрит видео для выводов по своему, опять же, скажу, опыту, знайте, что никто вам ничего не должен и не обязан так же, как и вы в свою очередь. Все в отношениях и в коммуникациях должно происходить по обоюдному желанию. Использовать манипуляции, заставлять почувствовать, давить, там, вот эта вся история, что наши женщины очень эту тему любят, это фальшивка. Когда-то настанет время, когда тебе придется снимать маску, всю жизнь манипулировать и стараться это делать именно на игры, а не когда ты манипулятор по жизни, по природе своей, а когда ты это делаешь, чтобы мужик тебе что-то дал, там, сделать и так далее, когда-то у тебя пропадет к этому интерес, и останешься недовольна. Конечно, скажут, ой, ну лучше, конечно, плакать в кабриолете, в мехах, в золоте и так далее, чем с кем-то там въедным и так далее, да? Да, верно. Но плакать все равно придется. И это от слез никак не убережет. Это раз. Поэтому, два, бывают очень много историй, когда манипуляциями, каким-то давлением, вот этой прошаренностью, женщина получает то, что она хочет, а в сердечке-то любви она не получает. Она потом начинает изменять мужу с какими-то любовниками, молодыми, вот эта вся история, а он потом ее, например, если богатый не отпускает, и, короче, целые проблемки возникают. Ну, этих историй в миллиард уже. Соответственно, у вас только начинаются отношения, хороший, нормальный, перспективный мужик, я вам скажу. Постарайтесь узнать его как личность, как человека, и ваши вопросы сами собой, которые вы мне сегодня заваляли, не отпадут. У вас будет ответ поэтому на эти вопросы, его поведением, цитатами, что он себя вообще представляет. Вот что я вам скажу. В инфобоксе под видео ссылка на телеграм-канал самых свежих новостей из Турции. Также оставлена моя почта. Если вы хотите индивидуальную консультацию со мной, психологическую, разбор какой-то своей жизненной ситуации, напишите тема письма, консультация, я вам вышлю условия, проинформирую вас. Если вы как автор этого письма хотите публичного ответа, бесплатного, анонимного в видеоформате на канале, то тема письма и история от анонима. Спасибо за внимание. Пишите комментарии. Скоро увидимся всем. Субтитры сделал DimaTorzok